Само место, где видели таинственное страшное чудовище, ученые называют не иначе, как затерянным миром. Одни считают, что это некая легенда, миф, не имеющий ничего общего с реальной историей. Другие представляют себе затерянный мир, как утраченную колыбель мироздания, или вообще понятие другого измерения. Озеро Лыбанкыр – самый настоящий затерянный мир. Оно находится на практически недоступном для путешественников плато на высоте более километра над уровнем моря. Водоем имеет форму вытянутого с севера на юг прямоугольника длиной 14 и шириной около 4 километров. Средняя глубина – чуть более 50 метров. При этом на дне есть аномальная трещина, которая увеличивает глубину почти до 80 метров. Вода, несмотря на морозы до минус 50 градусов, замерзает очень медленно, что остается загадкой для ученых. В Лыбанкыр втекает через ледяную нетающую плотину одноименная река. И еще. На озере есть три острова, которые обладают странным свойством время от времени исчезать под водой. Однако сам уровень воды остается неизменным. По сути, Лыбанкыр – идеальное место для обитания неведомого для человека реликтового чудовища, прозванного местными жителями «чертом». В том, что он может существовать в Лыбанкыре, у меня теперь нет никаких сомнений, поскольку, если существует так называемый затерянный мир, о котором я и читал, и смотрел художественные фильмы, то он может существовать, на мой взгляд, только в том месте, где существует озеро Лыбанкыр. То есть какие-то джунгли Африки или Америки не идут ни в какое сравнение по сравнению со степенью затерянности, то есть отчужденности, отстраненности, закрытости от всего остального мира. Так кто же все-таки обитает в озере Лыбанкыр? И может ли вообще там обитать до сих пор неизвестное ученым некое таинственное животное? Часть исследователей считает, что, возможно, это мамонт. Версия эта не столь удивительна, как кажется на первый взгляд. Еще отряды покорителя Сибири Ермака встречали в дальневосточной тайге огромных волосатых слонов. При переходе на полуводный, подобно тюленям, образ жизни, мамонты могли бы легко переживать местные морозы до минус 50 и ниже градусов. Единственное, что смущает в данной версии, это то, что очевидцы описывают животное как хищника. Другие исследователи считают, что это огромная реликтовая щука. Среди рыбаков Аймекона до сих пор ходит легенда, что в середине прошлого столетия одному из местных жителей удалось вытащить из озера огромную, размером почти с крокодила, щуку, всю покрытую густым мхом. Однако немногочисленные свидетели лыбанкерского черта явно указывали на земноводный образ жизни чудовища, который для щуки, то есть типичного представителя класса рыб, является неприемлемым. Значит, это какой-то выживший доисторический ящер? Это все-таки какой-то плезиозавр, то есть очень крупный водный ящер, то есть 8, где-то 10 метров длиной, с огромной длинной шеей, маленькой головкой, ластами и мощным хвостом, который размножается яйцами и держит их где-то, хранит их в подводных пещерах по бокам озера. В 60-е и 70-е годы 20-го столетия на лыбанкере побывали несколько экспедиций и туристических групп. Однако таинственного чудовища или его следов никому найти не удалось. В течение последующих 30 лет на берега озера практически не ступала нога человека, если не считать редких рыбаков. Но и те старались обходить лыбанкер стороной. Правда, все же один человек поселился неподалеку от затерянного в тайге водоема. Это был некто по имени или по прозвищу Алямс. Наполовину сумасшедший, ссыльный троцкист, отбывший свой срок в одном из якутских лагерей и не пожелавший возвращаться, как говорится, на большую землю. Он поселился по соседству с чертом. Алямс ловил рыбу, менял ее у геологов на продукты и водку, а потом в охмелю рассказывал истории, от которых даже у бывалых волосы вставали дыбом от страха. Оказывается, лыбанкерский черт едва ли не каждая полнолуния пожирал дань от местного отшельника. Единственный раз Алямса оторвали от озера в 1993 году, когда он серьезно заболел, и его в тяжелом состоянии нашли на берегу рыбаки и отвезли в больницу. Придя в себя, Алямс кричал, что его нельзя было увозить от лыбанкера, что теперь-то он точно помрет. После настоятельных просьб Алямса вернули на берег. Он видел это озеро круглогодично, и вот он, где, мол, видел этого черта много-много раз. Ну, судя по тому, что Алямс умер своей смертью в кровати, в своей землянке, а не был съеден чудовищем, я думаю, либо Алямс слишком много знал и был осторожен, либо чудовище не так часто выползает на берег и нападает вообще на людей. О том, что лыбанкерский черт кровожаден, ходит много легенд. В основном это передаваемые из поколения в поколение рассказы местных жителей. Например, как семья Ивенков, Качуэ, в тайге, оказалась на озере, заехала на лед и привязала упряжку оленей к вмершей в лед ветке. Но ветка на самом деле оказалась рогом лыбанкерского черта. Чудовище проломило льды и утащило за собой в пучину и оленей, и всех молодых кочевников, которые находились в тот момент возле упряжки. Остались только старики, которые собирали ветки для костра на берегу. Другая история еще более драматична. Кочевники направлялись в Эмикон и остановились на берегу ручья, впадающего в озеро Лыбанкер. Пока взрослые занимались своими делами, никто не заметил, как маленький мальчик свалился в ручей. Поток воды вынес ребенка в озеро. Родители поспешили на помощь. Но тут вдруг всплыла голова чудища и проглотила тонущего мальчика. Тогда отец жертвы разгневался и за ночь смастерил ловушку. Черта поймали и убили. Ручей, где произошла трагедия, назвали детским. Останки чудовища бросили на берегу. Челюсть потом видели многие охотники, которые бывали на озере. Говорили, что она настолько огромна, что, поставив ее как карку, под ней можно было проехать на оленя, а до верха челюсти надо было дотянуться палкой. Все это, конечно, легенды. Но с кровожадностью таинственного чудовища недавно столкнулись исследователи, которые отправились на озеро, чтобы попытаться разгадать тайну лыбанкерского черта. И вот все, что мы утром увидели, после выползания этого существа, это две цепочки следов, которые на самом деле характеризуют ширину тела выползающего. А ширина была примерно около метра. Эта цепочка ввела к нашей собаке, которая охраняла наш покой ночью. То есть существо, видимо, подползло к собаке и утащило его в воду. Это единственное, что я могу утверждать, судя по следам. То есть наша собака, к сожалению, явилась вот в этом страшном споре, есть ли лыбанкерский черт или нет, положительным ответом на этот вопрос. Осенью 1999 года группа энтузиастов, вооружившись современным водолазным оборудованием и всевозможной исследовательской аппаратурой, отправилась на лыбанкер с надеждой разгадать тайну озера. Добраться до этих мест само по себе уже экстремальное приключение. Часть пути от Якутска до лыбанкера исследователям в буквальном смысле слова приходилось прокладывать дорогу, пробивать в снегу колею с помощью армейского грузовика-вездехода, за которым с грехом пополам уже могли пройти джипы экспедиции. Сопровождал группу шаман. Он провел на берегу специальный обряд для успокоения водолазов, которые, как представители любой профессии, связанной с риском, люди суеверные. Погружений было два, с получасовым перерывом. Во время первого нужно было понять, как организм и техника ведут себя в экстремальных условиях. Оборудование разморозили в теплой палатке, продули, проверили и снова в полынью. На этот раз уже осматривать окрестности, брать пробы воды и грунта. В общей сложности дайверы пробыли под водой около часа, а максимальная глубина погружения составила около 20 метров. Удалось зафиксировать не только, опять же, какую-то огромную массу, но исследователи слышали даже голос этого существа записать его в фамилии. К сожалению, послушать не удалось, но, веря своим друзьям, исследовательам, коллегам, они говорят, что ни на что живое не похоже. То есть ни медведь, ни лось какой-нибудь, какой-то совершенно непонятный, но животного происхождения крик. То есть что-то живое там есть. Но, опять же, надо понимать, что озеро Лабенкар находится, во-первых, достаточно высоко, а во-вторых, это фактически постоянно замерзшая поверхность. С помощью эхолокаторов исследователи обнаружили на дне озера подземное образование шахтного типа. Проходят они как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. И, возможно, связывают Лабенкар с другими местными озерами. Может быть, именно поэтому при поисках чудовище не было обнаружено. Зато в соседнем с Лабенкаром озере также неоднократно наблюдали появление гигантского животного. И там тоже проводились исследования с помощью специальной подводной аппаратуры. Но, к сожалению, каких-то явных очертаний чудовища получить не удалось. Сложно достаточно обрисовать, потому что по данным эхолокаций довольно сложно определить, что это за существо. Это может быть и огромный крокодил, который каким-то образом туда попал. И действительно какое-нибудь древнее доисторическое существо, которое, опять же, могло остаться там или после прохода мощной волны какой-нибудь. Но, в конце концов, может быть, это какие-нибудь даже древние эксперименты были прошлой цивилизации. Так кто же такой этот лабенкарский черт? Однозначно земноводное. И оно не эндемик, то есть не уникальное только для этих мест осок. В древнеславянских летописях данное чудище именовалось русским крокодилом. Но в языковой культуре сибирских народов получило название черта. Данное животное обитало и, видимо, продолжает обитать в водоемах с очень низкой температурой воды, так как оно, скорее всего, какой-то подвид лабиринтодонтов, как и его близкий родственник, исполинская саламандра. Скорее всего, лабенкарский черт вполне может быть даже безлегочным, то есть дышит кожей и ротовой полостью. Его тело достаточно длинное и, соответственно, имеет большую дыхательную поверхность. По этой же причине оно живет в холодных условиях. При повышении температуры растворимость газов, в том числе кислорода, снижается. А необходимую для жизни таинственного существа низкую температуру в озере поддерживает уникальная природная плотина изо льда. И на самом деле эта плотина не что иное, как реликтовый холодильник, внутри которого, естественно, могут находиться как замороженные растения, так и замороженные животные. К сожалению, рассмотреть его в разрезе, ну, по крайней мере, сейчас, не представляется возможным. Я смею надеяться, что внутри этого реликтового холодильника есть еще ни одно неразмороженное древнее животное, возраст которого, ну, естественно, не меньше, чем возраст этой самой плотины. Согласно предположениям исследователей, примерно со второй половины августа начинается период кладки яиц лабанкирского черта. В этот период самец поднимается на малые глубины и оберегает померк. Соответственно, любое вторжение чужаков в акваторию озера чудовище воспринимает за попытку нападения на его потомство. Именно в этот момент черт атакует все живое, что появляется поблизости. Скорее всего, это стало причиной трагического случая с ребенком. Но это всего лишь гипотеза. Доказать ее можно будет только тогда, когда таинственный обитатель озера Лабанкер попадется в сети исследователей. Рано или поздно, конечно, мы поймаем это существо. И их теологи или зоологи занесут его в свои реестры и будут называть на латыни. Сейчас я могу лишь предполагать, что оно может быть как просто неизвестным науке хищником, ну, либо видом неизвестного, малоизвестного хищника. Между тем, сообщения о встречах с озерными чудовищами продолжают поступать со всех концов света. Второе десятилетие 21 века оказалось особенно богатым на подобные сенсации. Вот лишь некоторые из них. В Китае вновь оживилось чудище из озера Канас. О нем мне вспоминали с 1985 года, когда студенты Синьцзянского университета сообщили, что видели на поверхности озера неведомое животное больших размеров. И вот опять пошли слухи об исчезновении птиц и домашних животных, которых кровожадный монстр якобы утягивает под воду, чтобы утолить голод. А недавно загадочное нечто всплыло на поверхность на глазах сразу десятка свидетелей. В озере Стуршон, Швеция, вновь ожил легендарный монстр. Вернее, слухи о нем. Впервые молва о местном ящере разошлась еще в начале этого века, когда газеты сообщили, что неизвестное науке животное стало выбираться из озера на берег и гоняться за людьми. После того, как оно испугало двух девочек, местные жители приготовили на берегу большую ловушку. Но чудовище благополучно избегало ее все эти годы. Кстати, недавно на берегу вновь были замечены странные следы. На самом деле, вот таких мест на земном шаре очень много. И люди, которые интересуются этой темой, этими темами вообще о загадочных животных и существ, они связывают часто воедино и возможность какого-то потустороннего как бы мира, который существует рядом с нами. То есть иногда у нас появляются и существа абсолютно непонятного вида, и люди затрудняются даже их приблизительно отнести к какому-то виду, к какому-то даже классу существ, то есть, да, которая живет рядом с нами и в которую мы иногда по воле проведения попадаем или она попадает к нам. В целом, не покривив против истины, можно сказать, что животный мир подводного царства, особенно морей и океанов, изучен очень плохо. То и дело случаются находки, которые наводят на мысль, что легенды о гигантских змеях, осьминогах и прочих монстрах могут иметь под собой все основания. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда в Крыму наступает весна, и с предгорий плато Ай-Петри начинает сходить снег, у развалин древней крепости Мангуб появляются чужаки. Сначала их замечают лесники Бахчисарайского района, потом сотрудники горно-спасательной службы. Чужаки идут группами с хорошим альпинистским и спелеологическим снаряжением, нигде не регистрируются и отказываются сообщать властям свои маршруты. С местными жителями не общаются, при этом помощью проводников не пренебрегают. Однажды один из проводников обратил внимание на странные вещи, которые доставали из рюкзаков таинственные туристы. Помимо спутниковых систем связи, альпенштоков и металлоискателей, там оказались ксерокопии древних манускрипторов, а также документов с грифом НКВД и фашистской организации СССР. Когда проводник поинтересовался, зачем пожаловала сюда эта экспедиция, ответ его ошеломил. За самой сокровенной реликвией человечества. За чашей Грааля. Случилось это очень давно. Когда Люцифер восстал против Бога и был низвергнут с небес, из его короны выпал камень Агат. Долгое время носился этот камень в пространстве, но в тот момент, когда на свет появился младенец по имени Иисус, Агат упал на землю. Свалившийся с небес камень подобрали ремесленники и сделали из него сосуд, получивший название Грааль. Однако до сих пор неизвестно, что это такое на самом деле. Кто-то видит в Граале некий таинственный кристалл Ориона, внешне похожий на кубок и не весть, откуда оказавшийся на нашей планете. Другие утверждают, что это чаша, в которую тайный адепт учений Христа Иосиф Аримафейский, собрал кровь Мессии во время распятия. Третьи считают, что Грааль имеет отношение к тайной вечере, где апостолы принимали причастие, то есть пили вино из емкости, внешне походящие на чашу, словно кровь самого Иисуса. Именно чаша. То есть речь идет не о чаше, даже больше о сосуде. Данный сосуд преобразует содержимое в необходимую форму. То есть, допустим, если имеется вода, она будет очищена, если какая-то другая жидкость, соответственно, она тоже будет обладать какими-то особыми свойствами, в том числе, я думаю, что при определенных целях и целебными, и другими средствами. Многие называют чашу Грааля одним из орудий страстей Господних, как легендарное копье судьбы, то есть копье римского воина Лангина, которым он проткнул тело распятого Христа. Согласно Новому Завету, на каждое из этих библейских артефактов пролилась кровь Иисуса в последние мгновения его земной жизни. Поэтому, вне всякого сомнения, чашу Грааля можно считать священным предметом, обладатель которого будет наделен поистине фантастическими способностями. На самом деле, так же, как и Ковчег Завета, Грааль является одной из христианских святынь, относящейся к самым наименее понятным святыням в мире. То есть это, как говорят простые обыватели, это обычная миска с гостей, и в то же время это может быть чаша, более презентабельная, разукрашенная, но дальше этого определения никто не идет. Как же сложилась судьба чаши Грааля? Куда она могла подеваться после того, как Иисус был снят с креста на Голгофе и погребен в семейном склепе иудейского старейшина из Аримафеи? Интересно, что и религиозные, и светские историографы путаются в местонахождении этой реликвии. Помещают ее то во Францию, то в Британию, то вообще указывают на восток. Один из самых первых сохранившихся письменных документов о Граале роман провансальского поэта Трубадура Кредьена де Труа, сочиненный, если верить историческим источникам, в 1182 году. В романе речь идет о том, что Иисус сразу после окончания ритуала Тайной вечери по какой-то причине отдал чашу Иосифу Аримафейскому. После чего Иосиф и его сестра покинули Палестину и отправились в Западную Европу проповедовать христианство. Но в романе нет ни слова о том, что Иосиф собирал в эту чашу кровь Христа, когда в тело Мессии вонзилось копье римского воина. И самое главное, источник ничего не говорит о месте нахождения реликвии. Другое предание гласит, что чашу и вместе с ней легендарное копье судьбы тот же Иосиф Аримафейский привез в Британию. Причем некоторые документальные источники указывают даже конкретное место, куда были доставлены эти реликвии. Монастырь Гластенберри. В этой английской обители стояла старая часовка. Однако она сгорела еще в 1184 году. Позже на ее месте была построена церковь. Согласно преданию, Грааль замуровали в каких-то немыслимо глубоких подземельях этой самой церкви. Но так ли это? Многие исследователи до сих пор спорят о том, где же на самом деле может храниться священный предмет. Я думаю, в какой-нибудь частной коллекции либо в музей. Скорее всего, в частной коллекции. Если под частной, вы понимаете, еще и вдобавок, допустим, какую-нибудь масонскую ложу, такую с хорошими традициями, где-то здесь. Необходимо заметить, что христианская церковь даже никогда и не пыталась официально высказываться по поводу местонахождения реликвии. Судя по всему, подлинная история Грааля со временем была забыта или даже подменена теми, кто был посвящен в тайну. Чтобы никто из простых смертных этот таинственный предмет никогда не смог обнаружить. Есть сведения, что в 394 году от Рождества Христова чаша находилась в Иерусалиме, в храме Сиона, возведенном на том месте, где проходила Тайная Вечеря. Возможно, позже она была перевезена в столицу Византийской империи Константинополя и хранилась там в одном из православных храмов. Однако дальнейшая судьба святыни неизвестна. В 1204 году в результате Четвертого крестового похода Константинополь захватили и разграбили западноевропейские рыцари. При этом нигде не упоминается о том, что чаша попала в земли Западной Европы. Однако есть совсем другая информация. Граальт спрятали в одном из замков на Востоке. То есть получается, что легендарный кубок никогда не был ни во Франции, ни в Англии. Ну а если на Востоке, то где? В начале лета 1926 года на Симферопольский железнодорожный вокзал прибыл очередной пассажирский поезд из Москвы. На перрон сошла толпа курортников с чемоданами. Среди праздно наряженных пассажиров выделялась небольшая группа в полувоенной униформе, но безо всяких знаков отличия. Эти люди быстро прошли на привокзальную площадь, сели в поджидавший их автомобиль, который тут же сорвался с места и увез незнакомцев в неизвестном направлении. Впрочем, теперь уже можно немного приподнять завесу тайны и рассказать, кто это был на самом деле, а также обозначить маршрут таинственных пассажиров. Из Москвы в Крым прибыла особая научная экспедиция ОГПУ во главе с Александром Барченко, прежде всего эзотериком и исследователем паранормальных явлений, а потом уже чекистом. Правой рукой Барченко в этом выезже был астрофизик Александр Кандиайн. Они направлялись в район крымских пещерных городов. И миссия их была строго засекречена. Хотя никаких мероприятий по прикрытию экспедиции местное управление ОГПУ не проводило. на самом деле у путешествия в Барченко не нужны были никакие официальные прикрытия, потому что те годы можно было ехать по линии ОГПУ и НКВД абсолютно в любое место Советского Союза никому ничего не объяснять. То есть это было определенное задание центра Москвы. Так какое же задание Москвы приехал выполнять в Крым Барченко? Официально целью работ было исследование пещер в Бахчисарайском районе. Тогда ходило много легенд вокруг этих мест. Люди рассказывали о странных голосах, слышных на древних развалинах Мангупа и Чуфуткале в ночной тишине. То ли плач, то ли шепот, то ли смех, то ли всхлипывание призрачных людей, которые не в силах покинуть место, где, возможно, трагически оборвалась их жизнь. Кроме того, местные жители, пытавшиеся проникнуть в пещеры, не раз отмечали изменения внутреннего психологического состояния и даже непонятные телесные ощущения. Как будто какая-то непостижимая сила, сокрытая в недрах, то ставила перед ними невидимые заслоны, то наоборот манила в подземелья. Некоторым, кому удавалось побывать в пещерах, находили там удивительные предметы, свидетельствующие о том, что здесь давным-давно существовала какая-то неведомая цивилизация. Но какая? В Крыму очень много исторических мест, исторических и, самое главное, еще и религиозных. То есть там, где жили древние народы, там те же самые амазонки, там очень много сокрыто разного рода артефактов, там уникальные места в плане природных энергий, там очень много источников, там одно из наших мистических мест планеты. Там сконцентрированы знания, там было очень много цивилизаций, которые оставили после себя очень много следов. Древний Мангуб с историко-географической точки зрения можно назвать крупнейшим пещерным городом в Крыму. Он занимает плато одноименной горы площадью без малого квадратный километр. Природа сделала это плато прекрасным местом для постройки здесь укрепленного поселения. Оно возвышается над соседними долинами более чем на 200 метров. С трех сторон его защищают крутые обрывы. А главное плато располагает двумя источниками воды. Люди, конечно, этим воспользовались. Во всяком случае многочисленные пещеры, сокрытые подскальной поверхностью Мангуба, исследователи считают городом. Причем не одним в этом таинственном крае. Часть пещер можно назвать скальными и подземными городами абсолютно смело. Причем они принадлежат к разным эпохам. И к эпохе, например, самых древних, еще до Тавров и до Скифов, и к эпохам Средневековья, к государству Феодора, Крымской Готии и прочим вещам, которые до сих пор тоже покрыты просто флером загадок. Согласно древним преданиям, где-то еще в третьем или четвертом веках в Крым пришли готы. Они одними из первых среди германцев приняли христианство и имели тесные связи с Византией. Но уже в восьмом веке полуостров захватили Хазары. Готы восстали против незваных гостей, но были истреблены беспощадными кочевниками. Лишь спустя пять веков Мангуб смог возродиться. Город получил статус столицы Крымского княжества Феодору. Правители княжества были в родстве с византийскими владыками, разговаривали на равных с европейскими королями. Однако расцвету государству Феодора не суждено было длиться долго. Город-крепость Мангуб лишь на два десятилетия пережил Константинополь, пав от турецкого оружия в 1475 году. До сих пор в этих краях ходит легенда о маленьком мальчике, родителей которого убили турки, после чего он сбросился со скалы, не желая попасть в руки врагов. Теперь его дух в ночной тьме заманивает на край обрыва чужеземцев, пытаясь отомстить за своих родителей. Другая легенда гласит о том, что все сокровища Мангуба, восставшие против турков горожане, укрыли в пещерах в глубине горы. Причем среди этих сокровищ была какая-то особо ценная христианская реликвия. Турецкий визир Ахмед Паша якобы знал о ней и долгое время после взятия крепости пытался отыскать сокровища в пещерах. Есть даже легенда, что он упал со скалы во время поисков, и его дух до сих пор бродит здесь в напрасной надежде найти клад. И с этим духом сталкивается каждый, кто пытается проникнуть в пещеры Мангупа. Не он ли сводит с ума исследователей и ставит невидимые препятствия на пути в подземелье? Или что-то другое воздействует на следопытов? Все они встречаются с какими-то неопознанными объектами, то есть какими-то шарообразными или другой формы, какими-то предметами, которые там просто живут. Живут как одна из форм жизни, в дальних углах этих пещер, грубо говоря. Похоже, что с подобными странными событиями в пещерах Мангупа столкнулась и экспедиция Александра Барченко в 1926 году. Вполне вероятно, что эксперты по эзотерике и паранормальным явлениям из особого отдела ОГПУ были к этому готовы. Обладая определенными знаниями и опытом, они могли обходить как физические препятствия, так и различного рода заклятия и наветы. Кстати, об истинной цели раскопок миссии ОГПУ в Крыму стало известно спустя несколько десятилетий, когда астрофизик Александр Кандиайн в частной беседе признался. Они искали некий чудесный камень, который многие сотни тысяч лет тому назад упал на Землю с созвездия Орион. А теперь вспомним, что святой Грааль по версии некоторых исследователей представляет из себя таинственный кристалл Ориона. Не тот ли это камень, который согласно библейским легендам выпал из короны поверженного Люцифера? А затем якобы его подобрали ремесленники и превратили находку в нечто напоминающее чашу или кубок? Но удалось ли его обнаружить Барченко в пещерах Мангупа? Или нет? Тот артефакт, который он не нашел, зато он нашел элементы письменности либо знаний и столкнулся с сущностями, которые там могут быть. То есть он получил определенного рода информацию. Какую информацию мог получить чекист и эзотерик Александр Барченко, когда находился в пещерах Мангупа в 1926 году? Возможно, он выяснил, что святой Грааль все-таки не кристалл Ориона. А что же тогда это такое? Чаша? Или вообще что-то другое? Кстати, а почему он отправился на поиски этой реликвии именно в Крым? по Крыму всегда у различных инстанций и до, и до, и до советских, и в царское время была обширная информация о том, что в Крыму существует подземный мир, который отличается, очень сильно отличается от остального привычного мира и других обычных пещер, которые есть в других местах. То есть что-то находилось там, о чем-то проникли и просочились такие слухи, которые заставляли спецслужбы еще в 19-м, и даже, можно сказать, в екатерининские времена, знали о том, что там происходит что-то необычное. Но Барченко, похоже, знал что-то еще. Он скрупулезно изучал древние легенды и мифы и всегда безошибочно выделял из этих преданий необходимую для исследовательских работ информацию. Поэтому логика размышления Александра Барченко была такова. Если придерживаться предположения, что какое-то время Грааль находился в Константинополе, а после разграбления города крестоносцами исчез и, согласно легенде, оказался в неком таинственном восточном замке, то не Мангуп ли это? Вероятно, Барченко получил именно такую информацию, когда исследовал легендарный пещерный город. Во всяком случае, он наверняка разгадал загадку так называемой «золотой колыбели». Она была изображена на гербе княжества Феодора. О том, что могла собой представлять мангупская золотая колыбель, высказываются разные мнения. Одни считают, что это была купель из чистого золота, подаренная феодорийскому князю московским царем Иваном Третьим. Другие видели в ней сходство с колыбелью Чингисхана. Однако Барченко, скорее всего, заметил одну важную деталь в росписях пещерных храмов, оставшихся со времени существования государства Феодора. В них часто присутствует мотив чаши колыбели с младенцем. В христианской традиции ребенок в чаши символизирует Христа. Кровь распятого Христа, как мы помним, была собрана в чашу. Чаша, значит, она содержала след этой крови. То есть с физической точки зрения, свещественной, кровь испарилась, засохла и так далее. Только след, информационный след. Но все мистики, ну, в подавляющем большинстве огромном, считали, что чаша и копье, кстати говоря, они дают власть. Это очень нехорошо, но вот под властью они понимали владычество над миром. Возможно, что такой интерес к Граалю и заставил ОГПУ отправить в Мангу Барченко. Надо заметить, что экспедиция снаряжалась по личному указанию Феликса Держинского. Но, как известно, Барченко реликвию не обнаружил. Позже его объявили врагом народа и расстреляли. После чего к Мангупу интерес чекистов остыл. Во всяком случае, это официальная версия. Однако за всей этой историей, как выяснилось, полтора десятилетия спустя, пристально следили спецслужбы Третьего рейха. И даже есть предположение, что результаты раскопок Барченко были известны в Берлине. Якобы в начале 30-х годов 20-го века сотрудники Лубянки обменивались с коллегами из немецкой разведки какими-то данными по паранормальным явлениям, в том числе крымскими. Правда, такое предположение, по мнению некоторых исследователей, бездоказательно. Хоть отношения между нашими странами именно в эти годы были достаточно теплыми, но не настолько, чтобы спецслужбы двух стран настолько откровенно обменивались информацией о найденных артефактах, тем более в Крыму, которые немцы всегда считали своим. Действительно, Крым немцы всегда считали своим, так как изначально его обживали древнегерманские племена Готов. Когда началась Великая Отечественная война и нацисты оккупировали полуостров, Адольф Гитлер приказал отправить в Мангуб специальную команду исследователей для поиска в священной реликвии. Фюрер, склонный к мистике, хотел в полной мере воспользоваться легендарными магическими свойствами этого сосуда. Ранее в Венском музее Хофбург нацисты нашли копье римского центуриона Лангина, которым он пронзил тело Христа. В этом артефакте руководители Третьего рейха также видели источник магической силы. Гитлер полагал, что копье поможет ему победить в войне своих врагов СССР, Америку и Великобританию. В 1942 году в обстановке строжайшей секретности немцы развернули в Мангупе свой поисковый лагерь. Руководил экспедицией группенфюрер СС Отто Олендорф. По его приказу были осмотрены храмы караимов, мавзолей дочери хана Тахтамыша Дженики Аханум и многочисленные пещеры. Искали и в татарских мечетях, и в руинах старых церквей, и в разваленных крепостей Керменчик. Однако грааль немцы так и не нашли. Не могут его найти и современные кладоискатели, которые каждую весну приезжают в Крым и тайными тропами идут к пещерам Мангупа и Чуфуткале. А дальше пытаются проникнуть в подземелье. Но, как правило, эти попытки оказываются тщетными. Большинство ходов пещеры либо тщательно кем-то скрыты, либо завалены камнями. Их просто так почувствовать и пройти нельзя. То есть они охраняются. Охраняются и физическими какими-то там преградами, которые сейчас сложно сдвинуть в том числе и энергетическими какими-то духами тем же самым. По всей видимости тайна чаши Грааля раскрыта будет не скоро. Должно пройти очень много времени для духовного и нравственного очищения человечества. Слишком большой силой обладает священная реликвия, чтобы оказаться в руках нечистивцев и властолюбцев. Поэтому, пока мы не избавимся от подобных пороков, Грааль будет оставаться всего лишь библейской легендой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова